Областной гидрометцентр предупреждает о большой вероятности высокого плаводия на Селегере. Жители окрестных домов просят подготовить документы, ценные вещи, позаботиться о сохранности домашних животных и продуктов, принять меры по водоотведению. Непростая ситуация и на границах Твери вдоль реки Орша, при том, что в самом городе поводок фактически сошел на нет. Почему так происходит, выяснял Роман Быков. Твери нынешней весной пережила половодие как никогда безболезненно. Нижняя терраса набережной возле горсада яркое тому подтверждение. Водой она была залита буквально, ну, считанные дни. На календаре еще 11 апреля, и вот здесь можно спокойно прогуливаться. И все это при том, что минувшая зима была очень снежной и не сопровождалась какими-то особенно сильными и продолжительными оттепелями. Тем не менее, высокой воды, полностью скрывшей Волжские набережные, горожане не наблюдали. В Синопске это объясняют очень удачной погодой в марте. За счет антициклонального типа, солярного типа погоды, когда ночью мороз, днем солнце, половина снега испарилась. У нас снежный покров начал таять прямо на глазах. Запас воды в снеге начал уменьшаться. Однако самое удивительное, буквально в двух шагах от Твери, по сути, в ее предместях, наблюдается ровно обратная ситуация. Повсюду подтоплены и леса, и населенные пункты. А реки, в отличие от Волги, чуть ли не выходят с берегов. Например, вот река Орша. Здесь ситуация напоминает то, что сейчас вся страна видит где-нибудь под Оренбургом. Эта река обычно в ширину 6-7 метров, сейчас видно, что 20. Ее уровень тоже поднялся, ну, как минимум, наверное, на метр. Видно, что многие деревья стоят в воде. И вот там дальше наблюдали ту ситуацию, что река вот-вот выйдет прямо из берегов. Ну и на такие контрасты, когда в Твери Волга давно угомонилась, а в окрестностях города Паводок в самом разгаре, у синоптиков есть объяснение. Дело в том, что Великая Русская река, строго говоря, она давно уже и не река. Практически на всем своем протяжении этот водоем представляет собой цепь водохранилищ. Начиная с Вазуцкого водохранилища, Иваньковского водохранилища и водохранилища в районе Дубный. Все следят за тем, сколько прибыло воды, сколько надо сбросить, чтобы держать нормальный подпорный уровень. А Орша, естественно, ведет себя сейчас. А осадков, как вы понимаете, в этом году было очень много. В два раза больше нормы было осадков. Да и деревья, в лесах закрывающие от солнца снег, не способствуют его активному испарению, как это было в Твери. А уровень воды в снеге, есть такой профессиональный термин, из-за зимних оттепелей довольно высок. Вот и получается, что не всем муниципалитетам Верхней Волжи так повезло, как тому же областному центру. Например, паводок еще довольно серьезно угрожает западной Двине, Максатихе и окрестностям Селигера. Так что местным жителям стоит всерьез прислушаться к рекомендациям МЧС, собрать в один пакет документы и ценные вещи, позаботиться о безопасности домашних питомцев и скота, ну и самим продумать пути отхода. Либо приготовить себе место где-нибудь на чердаке или даже на крыше дома своего. Продолжение следует...